Добрый день! В эфире программа «Третий возраст» и я ее ведущая Лидия Артищева. Это программа для тех, кому хорошо за 50, а таких в Ростовской области 1 миллион 146 тысяч, по данным Росстата, на начало этого года. И время жизни человека можно условно разбить на три возрастных периода. До 20 лет – это возраст познания, от 20 до 50 – возраст зрелости. А после 50 какой возраст начинается? Возраст медленного угасания или, может быть, возраст мудрости? Может быть, это возраст путешествий или возраст творчества? Вот с этим и будем разбираться в программе «Третий возраст». Сегодня гостей нашей программы будет киносценарист Валерия Байкеева. Добрый день! Сегодня у нас в гостях Валерия Рифатовна Байкеева, киносценарист. Она уже долгое время живет в Москве и сейчас приехала в Ростов по приглашению оргкомитета международного фестиваля «Бридж оф артс». Она работала в жюри «Короткого метра», она отбирала проекты на сценарном питчинге и давала мастер-класс в ростовском филиале ВГИКа. И вот нам все-таки удалось с Валерией Рифатовной встретиться в ее очень таком плотном графике по окончании этого фестиваля. Поэтому очень рада видеть и рада, что дошли до этого замечательного места, которое называется «Свободное пространство Циферблат». «Свободное пространство Циферблат». И вот сразу хотелось спросить, как тебе бабь Елита в Ростове? Непереносимо, вот запредельно прекрасно, понимаешь? Потому что я, конечно, в Москве отвыкла от вот такой длинной, красивой, яркой осени. Все то, что здесь происходит, это вообще просто фантастически прекрасно. Но говорят, в Москве сейчас очень тепло. Какая-то осень такая в этом году, вот всех она радует, во всех широтах она прекрасна. Но здесь она особенно невероятно красивая. Мы с Валерией Рифатовной очень хорошо были знакомы до ее отъезда в Москву. Поэтому вот наш сегодняшний диалог, беседа будет, с ее позволения, дружеская. Ну еще бы, Глит, ну ты что? Ты уехала в Москву, когда тебе было 50. Да. Оставив рекламный бизнес успешный, оставив занятия политическим консалтингом, уехала совершенно заниматься новым, абсолютно новым делом, писать сценарии для кино. Причем за 10 лет, ну чуть больше 10 лет, ты успела сделать 10 фильмов, то есть сценарий, которые воплотили с 10 фильмов, и я понимаю, там еще что-то. Это сериалы в основном. Сериалы, ну и полнометражные фильмы. Вот. И вот скажи, как ты на это решилась? Как ты решилась выйти из зоны комфорта? Как ты на это решилась? Каким багажом ты уехала в Москву? На что ты рассчитывала? Рассчитывала я на свой природный ум, талант и сообразительность, как топтится гроварун. А уехала благодаря моему партнеру по жизни, по бизнесу, Володе Усенко. Он меня собрал и сказал, что тебе пора в Москву. Здесь в кино не снимают. А я все равно, я шла в кино упорно. Потому что пиар, реклама, это все равно так или иначе связано с кинопроизводством, вот с какими-то творческими написаниями, там со всеми сочинительствами и прочим. И еще живя в Ростове, я написала для журнала, был у нас такой местный журнал, очень хороший, назывался он «Градус удовольствия». Им рулила тоже наша с тобой коллега и подруга Таня Закаблукова, замечательный журналист, прекрасный мой издатель. И я ей пописывала в журнал, короткими рассказами ее обеспечивала. Закрывали дырки. И однажды Таня меня попросила написать какую-нибудь рождественскую нежную сказку. У меня на тот момент была сказка про девочку-инвалида, я ей говорю, Таня, у меня есть про девочку-инвалида, она говорит, нет, нет, нельзя, про девочку-инвалида не надо сочинить что-нибудь другое. И я буквально там за несколько часов написала первый такой, ну, скажем, кинематографический рассказ, который назывался «Виртуальный роман». Я написала этот рассказ, рассказ опубликовали, потом этот рассказ прочитал роман Нестеренко, вернее, Владимир Рузанов, Володя Рузанов, мой тоже очень хороший друг, отдал его, отправил Владу Ветрову в Москву, еще одному нашему другу. В общем, там такая мужская цепочка была. Ветров отдала его Роме Нестеренко. Рома сказал, что это готовый сценарий. В общем, я не понимаю, как пишется сценарий, все лето я его писала. Я написала сценарий, роман нашел продюсера, нашел производственную компанию, и был снят первый мой двухсерийный телемовик, который назывался «Виртуальный роман». Он шел по телевизору. Как всегда, когда, ну, это не секрет, когда сценарист видит то, что снято по его сценарию, он очень хочет убить режиссера. Вот Рома Нестеренко я хотела убить, слава богу, у него жизнь, видно, долгая будет, он мне не попался. И я почему-то после премьеры, она состоялась в Доме кино в 2006 году, или в 2005, я уже сейчас не помню, я почему-то решила, что сейчас выстроится очередь, и я как сценарист начну просто рвать кинопространство. На самом деле никакая очередь не выстроилась. И тогда Володя мне сказал, ну, тебе надо ехать в Москву, потому что здесь беспоминтово. То есть ты была в Ростове, а там уже начали снимать? Да, да, да. То есть ты поехала за фильмом? Я поехала за фильмом туда с готовым уже практически тритментом. Это подробный план с диалогами, как бы скажем, литературного сценария под названием «Князь Игорь». Да, я его писала несколько времени, ну, по-моему, года два или три. В ответ на спор мы поспорили с моими друзьями, и Володя сказал, ты навсегда останешься писательницей дамских романов. Я взбесилась, он сказал, ну, сделай тогда то, чего никто не делал. Напиши сценарий «Князь Игорь» по слову о полку Игореве. Слово о полку Игореве стало эпизодом в моем труде. Я привезла его в Москву. И Бегова с этим сценарием очень долго всем показывала. И мой товарищ, ну, очень такой солидный, серьезный человек, он в политике был известен, Илья Ройтман. Он у меня спросил, а кого ты видишь князем Игорем? Ну, я не сильно сомневалась, я сказала, Брэд Питт. Он сказал, мать, ты войдешь в историю, как тетка из Ростова, которая приехала, привезла сценарий «Князь Игорь» для Брэда Питта. Не говори никому про это, мать, не говори, потому что... А я говорила, продолжала. В историю я вошла просто как Лера Байкеева, Валерия Байкеева, ростовчанка. Я это везде всегда говорю, что я из Ростова. И у меня в каждом сценарии Ростов. Прямо или косвенно, но он у меня есть. Я люблю свой город очень, я ему предана. И князь Игорь так и не нашел пока экранного воплощения. Он у меня уже лежит давно. Вот 25 октября выходит на всероссийскую аудиторию фильм, который называется «Несокрушимый». Твое название «Танкисты». Вот скажи, сколько там в этом фильме осталось от твоего замысла? Я даже не знаю, потому что по замыслу это тоже ростовская история. Это история, которая происходила 13 июля 1942 года. В разгар лета под Ростовом, через, по-моему, неделю немцы вошли в Ростов во второй раз. И поэтому все бригады танковые, пехотные, все уходили, они оставляли рубеж. И вместе с ними ушел танк моего героя. Эта история реальная, она написана на основе реальных событий. Реального героя звали лейтенант Кунюхов. У меня он Коновалов. Или Коновалов, вот как там они по-разному читаются. И вся эта история была с разрешения моего продюсера, постоянного на тот момент, Алексея Пиманова. Всю эту историю я писала как мужскую, жесткую. Там не было никаких соплей, там не было «Любовь, морковь» там отсутствовала. Там был намек, потому что я выявила такой женский персонаж. Но в основном все, кто читали на тот момент этот сценарий, они все говорили. Ну, так это же бой идут одни старики, но только на земле. Это была такая мужская, очень драйвовая, куражная история, где совершался подвиг. Так, экипаж танка завалил 16 немецких танков, 6 автомобилей, этих самых грузовиков с живой рабочей силой военной, немецкой, вермахтовской. То есть они совершили невиданный подвиг. И когда танк подожгли немцы все-таки, это КВ-1, С-1, Клим Ворошилов, С-1 танк. Когда немцы все-таки подожгли танк, наши выбрались через нижний люк и убежали. Но командование советское решило, что они погибли. И их посмертно наградили героями Советского Союза. А на самом деле они живехоньки метались по прорванному фронту, пытаясь добраться до своих. И однажды, утром уже на истощении, уже две недели они там прятались, они увидели немецкий командирский танк. Немцы стирали из подня, танк стоял. Они завалили немцев, взяли танк, потому что ехать все лучше, чем идти. Нашли там банку с желтой краской, написали неприличное слово из трех букв на башне танка. И вот на этом органе они вернулись обратно к нам, чтобы их не забили свои. Потому что когда стали стрелять артиллеристы, они развернулись волшебным словом. Те прочитали и сказали, товарищ командир, а много ли вы видели немецких танков с таким замечательным на борту названием? Это был тайный знак. Да, их оставили в живых, их не арестовали, политруки их проверили. И экипаж оставшийся еще воевал два месяца на этом танке. Вот это была история, которую я писала. Но потом так сложилось, что надо было дописать туда женскую роль. И я с трудом меняю такие вещи, потому что история, которую ты сделала, она уже родилась. И пластические операции я делать не люблю ни на себе, ни на своих историях. Ну и в итоге кое-что я там поменяла, ввели женский персонаж, видимо там будет любовь морковь и прочие, я извиняюсь за выражение, дамские сопли. Но я к ним отношения не имею и больше скажу. Понимаете, Лида, дело все в том, что, к сожалению, историю снимали осенью, но оставили 1942 год. А осень 1942 года – это вообще-то другие уже события. И поэтому люди, которые будут смотреть этот фильм, они будут в недоумении и не понимать, почему именно этот подвиг. Потому что к осени 1942 года уже танкисты совершили другие подвиги, они вошли в историю. И поэтому вот это вот разночтение, я так понимаю, что будут проклинать сценариста, поэтому, пользуясь случаем, скажу. Не виновата я. Сами все придумали. Скажи, в твоих планах, я не говорю там сколько сценариев, но над чем ты работаешь сейчас? Я сейчас собираюсь, поскольку мне уже очень надоело болеть всякий раз, когда я вижу то, что снимают по моим сценариям, я решила пойти шоураннером. Шоураннер – это такая профессия, которая в этой профессии мы от идеи и до финального расчета команды шоураннер, мы, так называемые шоураннеры, ведем вот просто весь процесс. Это еще выше, чем продюсер. Продюсер обеспечивает деньгами, а шоураннер обеспечивает и деньгами, и связями, и идеей, и воплощением, и до последней минуты он ведет этот проект. Я сейчас надеюсь, что у меня получится зайти шоураннером на проект, который я буду делать с одной из киношкол Москвы, киношкола «Лестница». Я надеюсь, что мы все-таки подвинем этот проект. Он будет называться «Настоящие». Я хочу сделать каждый год, чтобы выходил фильм «Настоящие». Скажи, пожалуйста, у тебя кроме вот кинопроектов есть еще очень много творческих проектов, причем при увеличении, по-моему, это не на одну творческую жизнь хватит. У тебя есть проза, у тебя есть стихи, ты практически каждый день в Фейсбуке выкладываешь потрясающие ростовские байки, у тебя есть проект «Слова и чувства», который тоже выкладываешь в Фейсбуке. Что это самовыражение творческое тебе дает? Понятно, ты это просто даришь друзьям по сети, но тебе что это дает? И зачем тебе это? Зачем или у тебя просто уже не держится этот творческий поток, который нужно как-то вот миру показать? Недержание, так называемое. Ну, если серьезно, то это просто попытка выжить. Не всегда я могу писать так, как я хочу. Я имею в виду сценарно, ну, во всяком случае, есть такие вещи, которые я пишу на заказ. Но поскольку я все равно человек творческий, у меня есть какие-то, ну, какие-то мысли, которые я выражаю либо в прозе, либо в стихах. И это все воплощается, вот этот проект «Слова и чувства», который с моим другом Давидом Шнейдеровым мы собираемся уже дарить большому количеству людей на площадках ресторанов Москвы. Это сейчас модно, это интересно. И поскольку человек не модный, я долго очень выждала, и теперь я готова. Скажи, пожалуйста, вот психологи говорят, что выход из зоны комфорта просто необходим для развития человека. И вот все-таки в 50 лет решиться, бросить все, что, в общем-то, как-то работало, чем ты, в общем-то, зарабатывала деньги, уехать в Москву и начать совершенно новые вот эти вот свои проекты. Это понятно, что со стороны это видно, какое мощное развитие. Потому что, ну, понятно, что за эти 10 лет ты сделала максимум того, почему тебя узнают, почему твое имя стало известно. Какими чувствами сопровождалось твое это решение? Беспокойство, страх, интерес? Вот с чем ты туда ехала? С князем Игорем, приглашением для Бродофита, с интересом и с куражом. Я вообще человек куражный. Да. Я игрок, поэтому мне... Это такой преферанс был. Скажи, а вот ты чувствуешь возраст? Нет. На фотографиях с ужасом чувствую. Слушай, ты же еще преподаешь в киношколе Александра Митты и все время общаешься с молодыми людьми, с молодыми. Скажи, чему ты их учишь помимо профессии и чему они учат тебя? Ну, у меня специализация, я, естественно, читаю, веду семинары по психологии и драматургии. И поэтому я им преподаю именно вот те вещи из психологии, которые помогают создавать живых людей с живыми мотивациями, с нормальными чувствами. То есть так, чтобы тот, кто смотрит телевизор или смотрит этих людей на экране, чтобы он верил, что они живые, они вырезаны из картона, как это сейчас модно. И как бы к окончанию маленький такой блиц. Вот продолжи. Старость – это, молодость – это. Старость – это сочувствие. Это сочувствие. Ты уже некоторые вещи, может быть, делать не можешь. Но ты их сочувствуешь, ты их помнишь, ты их понимаешь, ты можешь их передать, ты можешь, как бы, встретив те или иные проявления характеров и жизненных каких-то, да, ситуаций, вспомнив свое, ты можешь дать совет, наверное. А если не совет, то, по крайней мере, облегчить жизнь людям молодым, сочувствовать. А молодость – это? Молодость – праздник. Это всегда праздник. Это яркость, это праздник, это абсолютная обеспеченность, совершенное непонимание, что здоровье конечное, что деньги придется зарабатывать, а не брать у папы и у мамы. И, в общем-то, молодость – это такая песня на одной ножке. Твое отношение к деньгам? Пока я не нашла в себе сил их уважать. Я в них нуждаюсь, но их надо уважать, тогда они будут приходить. К здоровью. Я скажу так, друзья, если есть возможность, то хотя бы пытайтесь, пытайтесь не гробить свое здоровье. Твое жизненное кредо. Не спеши, а то успеешь. Три фильма, которые стоит посмотреть. Ну, мой любимый фильм всех времен у народов – это «Мертвец» Джармуша. Его непременно надо смотреть, потому что это пример того, как все вещи, заключенные в оболочке этого фильма, работают. И это как металлический шар, вот этот фильм для меня. Его нельзя ни раздеть, ни изменить. То есть вот он вот такой, какой он есть. Фильм «Мертвец». Следующий фильм обязательно надо посмотреть. Это мой любимый фильм. Это фильм «Лекарство», который я советую всем мужчинам и женщинам. Это «Под солнцем Тосканы». Это волшебное кино. Там играет прекрасная Даяна Лейн. Это, ну, просто, ну, скажем, невероятное кино. И все, что сделал Мартин Макдоно. Начиная от «Шестизарядника» и заканчивая вот недавним триумфом. Три билборда на окраине Эббинга, штат Миссури. Я рада, что я все эти фильмы смотрела. Да. И в одном из интервью ты говорила, что хочется оставить нечто ценное после себя. Да, конечно. Что ты считаешь самым ценным из того, что ты сделала? Пока не сделала то, что собираешься. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо огромное. Как стареть и как воспринимать свой третий возраст? Во многом зависит от нас самих. Можно, конечно, ждать угасания сознания и утраты логики. А можно строить планы и перспективы. Очень интересный эксперимент был проведен в Гарварде. Доктор психологии Элен Лангер собрала людей старше 70. 100 человек участвовали в этом эксперименте. Их поместили в атмосферу 20-летней давности. Они ели еду примерно такую же, которую ели 20 лет назад. Они смотрели фильмы того времени. Они читали книги, газеты и журналы того времени. Они служили музыку. Они были ориентированы на то, чтобы жить именно во времени 20-летней давности. Перед началом эксперимента был проведен очень серьезный медицинский анализ. А потом, после эксперимента, этот анализ повторили. Врачи были очень удивлены, когда увидели результаты этого анализа. Потому что люди реально помолодели. Изменилось состояние кровеносных сосудов. Многие другие параметры ушли. Там хронические заболевания и их острые проявления. И даже у некоторых увеличились пальцы, удлинились. Что говорит о том, что работал гормон роста. Но после окончания эксперимента, когда люди вернули свою привычную атмосферу, вернулись и их старые болячки. Так вот, можно ли запустить биологические часы в обратную сторону? И кому это удается? Об этом мы расспросили ростовского психотерапевта Сергея Задорожного. Можно при условии, что человек это начинает максимально рано. То есть, к 70-80 годам уже, скорее всего, что-то запустить не получится. Но, опять же, больше мы здесь, наверное, ведем речь об органических компонентах, биологических компонентах. О чем, наверное, расскажут мои коллеги. Что касается психологических аспектов, если мы возьмем тех долгожителей, которые на сегодняшний день здравствуют, и послушаем, что они говорят, они будут говорить не о том, что они в какой-то момент приобрели некий взгляд на жизнь. А, скорее всего, они будут говорить о том, что этот взгляд на жизнь у них был всегда. И окружающие будут говорить, что они всегда были целеустремленными, они всегда были жизнерадостными, они всегда умели преодолевать проблемы, не цепляясь за них. Они всегда с легкостью переносили все то, что на их судьбу выпадало, и не делали из этого какой-то трагедии. Поэтому вот не поверхностность, но легкость, возможность преодоления всех этих стрессовых ситуаций и ложиться в основу долголетия. Ну, здесь опять же мы возвращаемся к вопросу когнитивной терапии. То есть то, что я думаю, вот то, что я думаю, является причиной всего того, что я делаю. И, соответственно, если это мои мысли, а они мои, и они в моей голове, я могу ими управлять. Когда я управляю своими мыслями, то и жизнь моя начинает как-то магическим образом образовываться и двигаться в то русло, в которое я хочу. Если же мысли мною управляют, если я считаю, что это все хаотично и происходит без моего ведома, тогда, конечно, жизнь непредсказуемая, страшная штука, от которой можно ожидать чего угодно. Среди моих знакомых очень много людей творческих профессий. Но есть и те, которые начали заниматься творчеством после 50-ти. Кто-то стал брать уроки игры на гитаре, кто-то увлекся вокалом, кто-то заинтересовался фотографией, кто-то стал писать картины маслом, кто-то стал вышивать бисером, а кто-то стал вязать, кто-то стал танцевать сальсу. И оказалось, это мировой тренд. Для многих людей во многих странах мира осень жизни становится временем творчества. И абсолютно не важно, что эти творческие плоды не находят своего воплощения в каких-то концертных залах, на каких-то выставках или в кинотеатрах страны. Важно, что для людей это имеет огромный терапевтический эффект. Это подтвердит любой психолог. Так что творческих успехов вам! И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова